Глава региона Игорь Кошин лично осмотрел жилые объекты для размещения украинских беженцев. Напомним, в июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении между субъектами России граждан Украины, прибывших в нашу страну в экстренном порядке. Так, Ненецкий округ должен принять на своей территории до конца этого года не менее 150 человек. Где, как и в каких условиях будут размещаться граждане Украины, расскажет Алина Ваучейская. По данным ФМС России по АНАО, на территорию Ненецкого округа, скрываясь от гражданской войны, прибыли порядка 40 граждан Украины. Половина из них проживает у друзей, родственников и знакомых. Ну а те, кому некуда пойти, вынуждены селиться в пункты временного пребывания. Сейчас на Ринмаре работает один такой пункт в социальной гостинице комплексного центра соцобслуживания. Там проживают три украинские семьи. Глава региона оценил качество социальной гостиницы и пообщался с беженцами лично. У нас приедло очень хорошо. Разместили. Очень хорошо. Тепло. Есть где-то покушеваться, куда-то селиться. И мы не селиться. Уже в сентябре количество беженцев в Ненецком округе увеличится в разы. В массовом порядке по линии МЧС в количестве 120 человек они будут доставлены в Наринмар. Для прибывших граждан Украины готовится несколько общежитий в городе Наринмар и поселке искателей. Один из пунктов пребывания находится в гостиничном комплексе по адресу переулок Арктический. В нем планируется разместить около половины прибывших граждан Украины. Здание особого ремонта не требует. Сейчас ведутся работы по установке радиаторов и проведению света и газа. Газ здесь есть. Частный газ. Подключение дают нам. Подстанция здесь на 100. На всякий случай надо поменять на 250. Это в любом случае. В случае отключения газа и все прочее. Распоряжение клачников. Он приступает к ремонту, закупает материалы. Еще один из пунктов, который поселят беженцев, будет располагаться в административно-бытовом комплексе в районе улицы Авиаторов. Сейчас там ведутся ремонтные работы. Устанавливают системы отопления. Административно-бытовой комплекс с помещениями для проживания. Сейчас выполняются работы по замене системы отопления, электромонтажные работы и готовятся к отделке. Планируется окончание работ на 15 сентября. Все помещения оборудуют необходимой мебелью и бытовой техникой. На эти цели из окружного бюджета выделено порядка 5 миллионов рублей. Пункты временного пребывания начнут свою работу в конце сентября текущего года. Алина Ваучийская, Сергей Качегов, Телеканал Север.